Новости на телеканале НИКА+. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. Модернизация Сегежского ЦБК – один из инвестиционных проектов, который начнут реализовывать уже в этом году. Об этом заявил глава Карелии после заседания по реализации проектов, связанных с вложением финансов в экономику республики. Оно прошло с участием крупных партнеров – Российского фонда прямых инвестиций и компании АФК «Система». Глава Карелии Александр Худиланин заявил итогом реализации инвестиционных проектов в прошлом году. Стало создание в республике больше 4 тысяч рабочих мест. Чтобы привлечь новые финансы, в Петрозаводск пригласили представителей фонда прямых инвестиций и компании АФК «Система». АФК «Система» является крупнейшей частной инвестиционной компанией в России, а с июля прошлого года владельцем крупных лесопромышленных предприятий республики, в том числе Сегежского ЦБК. Один из наших наиболее значимых проектов прошлого года – это инвестиции в лесоперерабатывающий комплекс в Карелии. Ну и, соответственно, на этом останавливаться мы и не намерены. На заседании рассмотрели еще 10 инвестиционных проектов. Теперь фонд прямых инвестиций должен их оценить. Действительно, сфокусировались на проектах и в туристическом секторе, потому что у нас есть отдельный российско-китайский инвестиционный туристический фонд. На проектах в агросекторе, которые мы видим крайне перспективны. Также очень интересны инфраструктурные проекты, которые мы видим. Поэтому вот те 10 проектов, которые отобраны, они сегодня были презентованы с бизнес-моделями. Нам все они очень интересны, мы их будем показывать всем нашим партнерам. В итоге было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Карелии и фондом прямых инвестиций. По концепции развития Республики Карелии до 2025 года задача стоит организация на территории Республики Карелии. Это ноябрь 2012 года до 2025 года порядка 25 тысяч рабочих мест. Я думаю, что мы с этим успешно справимся совместными усилиями. На территории аэропорта в Бесовце кипит работа. Там заливают бетоном перрон, территорию, примыкающую к взлетной полосе. На масштабные работы выделены немалые федеральные деньги. Но и сроки подрядчика поджимают. По плану рабочие должны сдать объект к 1 июня. Сбудутся ли эти планы, пытался понять Александр Гнетнев. Перрон аэропорта заливают специальным марочным бетоном. Покрытие должно выдерживать тяжелые 150-тонные самолеты. Прежний перрон аэропорта не соответствовал ГОСТам и был небезопасен. Заливается марочный бетон. Сюда будут приземляться большие тоннажные самолеты. Клошадь перрона 48,5 квадратных метров. Также будет вертолетная площадка. Это уже чуть спустя. На реконструкцию аэропорта, по словам его руководства, выделено порядка 400 миллионов рублей из федеральной казны. Обещанная гарантия на проводимые работы – 25 лет. Это позволит в ближайшее время, после окончания данных работ, начать развитие сети маршрутов из аэропорта Петрозаводск. Это позволит принимать воздушные типы воздушных судов, различных типов, в том числе и большие самолеты. Но за исключением, конечно, суперсамолетов и гигантов, которые не позволяют принимать ни как полоса, ни так рулежная дорожка и перрон. Аэропорт планирует отправлять рейсы в Москву. Рейсы будут транзитные. После пересадки в столице жители Петрозаводска смогут отправиться в ту или иную точку страны. Прямых рейсов, к примеру, в Крым из карельской столицы на данный момент нет. Закончить работы на перроне следует до 1 июня. Таковы обязательства, которые взял на себя подрядчик. Однако это невероятно короткий срок. Понять это может даже не специалист. Совсем скоро предстоит сдавать объект, а работы здесь в самом разгаре. На данный момент на объекте задействовано 132 рабочих. В день они укладывают по тысяче кубов бетона. Александр Гнетнев, Александр Борисов, телеканал Ника+. В этом году владельцы материнского капитала могут частично обналичить свои сертификаты и получить 20 тысяч рублей на текущие нужды семье, не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года. Для этого нужно всего лишь предъявить паспорт и банковские реквизиты, но придется 2 месяца подождать, пока ваши данные проверят. В этом году в качестве антикризисной меры федеральные власти позволили обладательницам материнского капитала получить 20 тысяч рублей на семейные нужды, для этого необходимо всего лишь прийти в пенсионный фонд с паспортом и справкой из банка с реквизитами счета, написать заявление и подождать 2 месяца. Если обладательница сертификата изменила фамилию, нужно предоставить документ, это подтверждающий, к примеру, свидетельство о браке. А если сертификат был выдан в другом регионе, с собой придется захватить страховое свидетельство. Сотрудники пенсионного фонда рекомендуют гражданам не доводить дело до огромных очередей и записываться на прием предварительно с помощью сети интернет. Предварительная запись на прием, она удобна тем, что не нужно регистрироваться на портале госуслуг, можно спокойно зайти на сайт пенсионного фонда Российской Федерации и записаться на услугу в удобное для человека время, тем самым распланировать свой день в удобное для него время. Написать заявление на получение выплаты нужно до 31 марта 2016 года. Карелии летом не угрожает нашествие змей, рассказывает портал «Петрозаводсговорит». Один из федеральных телеканалов рассказал о том, что в лесах Подмосковья этим летом может появиться необычно много змей, якобы из-за теплой зимы. Карельские специалисты считают, что это похоже на спекуляцию, на околонаучную тему. Доктор биологических наук, профессор Петр Данилов, рассказал, что к повышению численности змей не могут привести особые условия, сложившиеся в один какой-то год. По словам ученого, в Карелии имеется лишь один опасный для человека вид змей – гадюки. Численность их не сильно меняется год от года. До старта главного музыкального события этого лета – фестиваля «Воздух Карелии». Остался всего месяц. Самое время задуматься о билетах. Провести фестивальные дни можно по-разному. Жить в палатке, ежедневно приходить на площадку по абонементу или дышать воздухом с максимальным комфортом в привилегированной VIP-зоне. VIP-абонемент фестиваля «Воздух Карелии» – это право безлимитного входа на территорию, бесплатная парковка и, самое главное, привилегированная VIP-зона, где можно насладиться творчеством любимых команд с максимальным комфортом. Именно сюда артисты заглядывают после выступлений, чтобы раздать автографы, сфотографироваться и пообщаться со зрителями. Наконец, здесь можно вкусно покушать, не хуже, чем в ресторане. В этом году питание привилегированных гостей будут организовывать сотрудники ресторана «Каудаль». Все блюда мы будем готовить прямо на месте, из самых свежих продуктов, с соблюдением всех технологий. Не сомневайтесь, будет вкусно. Мы сделали так, чтобы даже самые взыскательные гости останутся довольными. Поторопитесь, ближайшая переоценка билетов на фестиваль «Воздух Карелии» произойдет уже 1 июня. Подробности можно узнать на сайте воздух.инфо. В нашей группе ВКонтакте «Ника плюс новости» мы разыграли билет на фестиваль «Воздух». Счастливчиком стал Кирилл Будревич. Позже мы разыграем еще один билет на фестиваль. Следите за новостями. А на сегодня все. Сразу после рекламы программа «Моя дача». Я Юлия Кучеренко желаю вам всего доброго и до свидания.